Друзья, здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале, сейчас минутку закрою окно, чтоб меньше шума было с улицы. Сегодняшняя тема моего ролика самодельный источник электроэнергии, заменитель современных батареек и аккумуляторов. То есть сегодня я вам покажу свою последнюю разработку, вернее новую, слово последнее не люблю, новую разработку по получению энергии. Притом энергия очень хорошая, с минимальными размерами. На размеры я вышел 10 на 10 миллиметров, может и 5 на 5 могу, но я дальше уже не стал уменьшать размеры, потому что нет необходимости, и так все понятно вам. По идее можно еще уменьшить, вообще за минимум. Вот сегодня я вам покажу, как это все работает. Что еще хочу вам сказать, что вот я сменил свое место пребывания, там где я жил раньше, где-то около года, дорого. Сейчас лето, пора отпусков, цены тут везде высокие, посуточные. Вот я снял в частном секторе комнатку, условия хорошие, все удобства, а цена в два раза дешевле. Поэтому приходится экономить, много денег уходит и на подготовку к роликам. Вот купил 5 таких фонариков, разных, потому что элементы надо подбирать, осветительные, световые и все прочее. А остановился вот и на таком на космосе. И этот космос, я сделал вот такое изделие, сейчас вам буду его демонстрировать, со съемным катодом. То есть, катод вставляется, энергия идет. Израсходовалось, снимаем катод, его чистим или меняем. Вот буквально тут контактик, выдернул проводочек, заменил новый. Сейчас я вам расскажу, что вот этот магний, он дорогой, я нашел вообще дармовой. Вот такие вот, в этом ролике я хочу вам дать такую информацию. То есть, то, что мы пользуемся каждый день батарейками, аккумуляторными батареями, можно делать их самому, в таких количествах, которые веса не имеет практически. И, а может даже и стоимости. Посмотрите, все поймете. Дело нужное, и я считаю, при массовом их производстве, эти изделия будут востребованы. Какие преимущества вот этих источников, которые я вам сейчас буду показывать? Вот это на три элемента, вот будет, ну, короче говоря, сейчас покажу. Вот это на сантиметр, вот это на два, очень большой мощности, кстати. Сейчас все увидите. Электролит обыкновенная соленая вода, или даже простая. Вот это очень мощное изделие. Я попробую даже вначале воду залить, на обыкновенной воде, потому что тут блокинг-генератор начинает греться. Сейчас я вам расскажу о нем, о блокинг-генераторе. К счастью, в этом городке я купил вот такие штучки, очень интересные. Стоит буквально 50 рублей. Какие преимущества того, что я вам сейчас буду показывать? Первое. Могут храниться десятилетиями в сухом, разряженном состоянии при отсутствии влаги в окружающей среде. Если там сильная влага, они пропитаются и начнут работать. А если влаги нет, десятилетиями, ну, наш век их хватит. А потом взяли их, активизировали за пару секунд. Второе преимущество. Имеет ничтожную себестоимость. То есть, несколько рублей за одно вот изделие. Да любое. Хоть такое, хоть такое. Кстати, я рассчитал стоимость магния. То, что мне удается покупать по розничной цене. Один сантиметр, где-то один рубль. Это недешево. Недешево. Поскольку здесь вот один сантиметр в этом изделии. Ну, это один рубль недорого. А если здесь пять на десять, пятьдесят сантиметров. То, извините, это уже пятьдесят рублей. Для источника это дорого. Но я нашел заменитель вот этому магнию. Вообще дешевый. Мы по нему ходим. Сейчас я его тестирую. Уже первые провел опыты. Прекрасные результаты. Единственное, что этот магний можно чистить или менять его на новое. Ну, по крайней мере, восстанавливать, чистить. Он многоразового пользования. Можно и толстый взять. Это у меня 0,6. А тот материал, он как бы одноразовый. Он проработает часов в пятнадцать. И следующий поменяете. Но зато он ничего не стоит. Не рубль, сантиметр. А может пару копеек, сантиметр. Вот я сейчас провожу. Как только закончу испытания, подберу всякие. Ну, тогда для вас будет информация. Теперь, какие еще преимущества вот этих источников, что я вам сегодня буду показывать. Не боятся коротких замеканий. И быстро восстанавливаются в работе. То есть, не требуют зарядки. А только, только чистки или замены вот этого активного элемента. Батарейку вы выбрасываете, ставите новую. Аккумулятор надо заряжать. А где иной раз зарядку вы возьмете, если вы в лесу находитесь. А здесь все элементарно просто. Вы, если наждачной бумажечкой почистили, вставили, и он опять у вас работает. Выполняет свои функции. Те же по зарядке аккумулятора, осветительный прибор. Сейчас поговорим. Четвертое. Могут иметь ничножные размеры. Вот 10 мм. Ниже я уже не опускался. Он и ниже будет работать. С хорошими электрическими показателями и весом в нескольких грамм. Применение. Какие? В осветительных приборах, в зарядных устройствах, смартфонов и другой техники. Вы знаете, что везде у нас там батарейки, аккумуляторы. Вот в этой технике могут применяться эти батарейки. Более того, вы их сами делаете. Копеечные, копеечные. Не жалко выкинуть и дома на коленке. Применяться в микроэлектронике. Могут. Поскольку не вес они имеют, размеры ничтожные и дешевые. Особо хочу потихнуть в робототехнике. Сейчас очень перспективное это направление. Там нужны источники энергии в робототехнике. Так вот эти материалы, они и могут там использоваться. С очень успешным применением. В моторчиках детских, например, игрушек и в других целях. Вы знаете, там лодки, катера, машинки, всякие летательные средства. Там маленькие элементы, моторчики вставляются. Так вот с этими моторчиками взяли вот такую штучку, вот такой кусочек. Вставили и у вас моторчик работает. Это вот примерно я сказал. А там еще масса всего. Более мощные источники могут использоваться в электротранспорте для увеличения их времени работы в несколько раз. Книга, я вам всем предлагаю книгу Александра Зиновича Жука. Электромобиль на алюминиевом топливе. Там вот как раз они сделали автомобиль, который ходит там тысячу километров. И как вот эти вот источники, подобные вот этим, подобно этим ячейкам, могут продлить работу вашего электротранспорта. Но там нужна специальная система. Система протока жидкости. Когда вы жидкость льете, ток не падает. И она работает на протяжении многих часов. А когда вы не проливаете жидкость, вот в таком она, закрытом, замкнутом состоянии, то там скапливается определенная система окисления, порошок. И он увеличивает сопротивление, уменьшает ток. И естественно потом батарейка кончается и разлагается материал. А вот при проточной воде, там во-первых свежий кислород поступает. Все это смачивается, все эти отложения промываются. И электротранспорт работает очень долго. Ну, часов 10. Какой электротранспорт? Вы сами знаете. Электромобиль, самокаты, инвалидные коляски. Возможно квадрокоптеры эти ученые делали. Вот которые мне книгу подарили. Заказывайте, кстати, ее у меня. Вам высылаю в электронной почте, мне ничего не надо. Очень интересно, почитаете. Основное, конечно, в этой деятельности, почему я достиг вот таких результатов, которые я вам сейчас покажу, это благодаря вот этим ученым катоду. Вот это плюсовой элемент, никелевая сетка. И горячим сжатием, спеканием, спекается там специальная сажа и активированный уголь на сетку. Там еще есть такое выложение, такое дополнение, как суспензия фторопласта. Но я считаю, без нее можно пойтись. Где это сделать? Можно научиться. Вот как я приеду в Екатеринбург, себе на родину, я думаю, что это скоро произойдет. Там на Урале у меня есть в Уфале один человек, главный инженер предприятия, где они делали эти источники на магнии. Эта технология производства катодов, она очень старая. Там, может, в советские времена она была. Описание есть везде, как это все делать. Московские ученые, там все дорого. Там даром никто ничего не даст. Там бешеные деньги попросят за технологию. А вот в Уфале я мечтаю. У меня есть его телефон, я, может, свяжусь, съезжу лично, побеседую. Полностью технологию. У себя дома все сделаю. Там горячее. Сжал ее тем же утюгом. Специально разбавил эту сажу. И активированный уголь. На чем еще неизвестно. Какую-то массу надо сделать. И ее запечь на этой сетке. Никелевая. А у Уфале никель, там никель производят. Не исключено, что эту сетку там может даром все купить. Это тоже все будет очень дешево. То есть, анод магний. Я уже знаю, чем менять. Те ученые активированный алюминий предлагают. И я его вам показывал в тех роликах. Но нам сложно его активировать. Надо плавку, надо добавлять. Секрета никто не дает. За какие деньги продадут, не знаю. Тут я нашел. Великолепные результаты. Не надо ничего активировать. Проверю и все. То есть, это копеечное дело. И катод мы осилим. Я уверен, тоже за копейки. Но не такая уже цена. Это никелевая сетка. Остальное сажа. Да. Ну, специальная сажа, кстати. Надо еще рецепт сажа знать. Я это сделаю. И постараюсь вам доложить. И все. Сейчас увидите, какая энергия при этом. Так. Вот это, что касается более мощных источников на этой же технологии. На мое счастье, нашлись люди из числа моих подписчиков, которые проявили желание выпускать подобные изделия в массовом количестве. Я для них этот тоже ролик делаю, отправлю. Передаю вам, дорогие мои новые друзья, свои пожелания и надежду на сотрудничество. Хайма, Джорди, Антон. Как вы поняли, люди не из России, к сожалению. Ну, что делать, если пока что у нас ничего не востребовано. Как говорится, рабы должны колотить себе гробы и качать. Это все туда, ресурсы на Запад. Ну, время придет, и у нас все будет востребовано. Я уверен в этом. Поэтому им благодарность. Я сейчас отошлю им этот ролик сегодняшний. И вот все изделия, которые я буду сегодня показывать, я уже договорился там на почте. Ну, конечно, стоит дорого. Но отправлю все им. Пусть проанализируют, посмотрят, что работает. Потому что, люди, если вы увидите в ролике, что что-то работает, это не факт, что это правда. В основном, 90%, такой туфты гонят люди. Всякие лески, ниточки, все у них летает. А на самом деле ничего. Поэтому у меня секретов нет. Дай бог, чтобы они выпускали на весь мир в больших количествах. И мы, россияне, будем дешево все это покупать. Ну, что делать, если сами не можем наладить производство? Я все отправляю. Посылочка уже договорился. Там деньги, ну, найдут. Может, мне эти же люди помогут. Мои, мягко говоря, будущие компаньоны. Я надеюсь, что они нормальные, здравые люди. Поняли, что здесь очень хорошие, можно и прибыль получить, и будет востребовано. Ну, без прибыли сейчас никто не работает. К сожалению, наш мир, миром правят деньги. Пока что. Вот такие дела. Я думаю, что может будет сотрудничество, и мы будем эти изделия покупать. Считаю, что эти изделия будут очень востребованы на рынке. И позволят быстро вернуть вложенные инвестиции в проект. Ввиду очень низкой себестоимости вот этих изделий, о чем я сейчас вам говорил. Все изделия, которые будут показаны в этом ролике, я вам вышлю, ну, я уже говорил, вышлю вам адрес. Более того, у меня есть патентный поиск по этим изделиям. В мире еще не найдены такие технологии. Там на 16 страницах я вам показывал. И рекомендации получить. Право на это. Ну, я не сторонник. Вот возьмутся люди заниматься. Пусть защищают свои права, сертификаты получают, лицензии. Это уже дело тех людей. Не мое пенсионера. Да что, в конце их с концами свожу, и я сейчас буду патенты лицензии получать. Это просто смешно. Мне ничего не надо. Вот. Пусть делают. Предлагаю разные варианты изделия. Для разостороннего их применения. Первый вариант. Я взял этот фонарик в космос и его раскурочил. А брал еще много фонариков. Ну, что делать? Наука требует жертв. Надо вкладывать деньги. Иначе кто мне даст эти фонарики? А пока я не проверю его своими руками. Упаковку вскрывать нельзя. Надо раскрутить, разобрать. Подает и отражатель, элементы внутренние. И вот этот космос подошел мне прекрасно. Моя задача продемонстрировать, это не готовое изделие, это лабораторное изделие. Продемонстрировать вам, как заменой вот этого анода, назовем его магния, можно восстанавливать любое изделие. Вот какая конструкция. Смотрите. Вот это у меня анод магний. Вот тут вы видите на конце, но я боюсь открывать еще что-нибудь это. Оборвется провод. Контакт. Заточил я на конце, вставил контакт. То есть я его снял и заменил другой. Или вот даже не снимая, почистил шкурочку. Затем, вот два цветовых элемента. Один плоский, но вы знаете какой. А второй, это, ну точечный назовем его. Внизу, внизу, вот у меня расположен блокинг-генератор. Я купил, повторюсь, вот такие вот изделия, очень хорошие. Вот блокинг-генератор с выходом USB. У меня, вам показывал в прошлых роликах, вообще маленький есть. Сантиметр на сантиметр. Он даже более мощнее, американский. И если я его приклею, приклею вот к своей вот этой вот, как раз он вот такого размера, к ячейке, то у меня прекрасный будет свет. Я сейчас вам продемонстрирую. Только я вам на этом продемонстрирую. Тот у меня, ну как бы, отказал, я там что-то его перекрутил. И вот я купил, 50 рублей стоит всего лишь. Повышает напряжение с 0,5 вольта до 5,5, как раз хватает светильники включать. Но я понял, что он не с 0,5 берет, а с вольта. А у меня как раз ячейки больше вольта. Прекрасно работает. Контрольная лампа тут есть, светодиодная. Вот. И сейчас я вам покажу, как это все работает. Начнем с мощного. Вот тут выключатель я взял с фонарика, переключение режима. Поскольку он очень мощный, блокинг-генератор греется. Греется. И я постараюсь сейчас запустить вам на воде. Но потом можем добавить соленую воду. Вот смотрите, я не до конца вставил. Обыкновенная вода. Ну, для... Из-под крана много пить не буду, чертов знает, что там за вода. И смачиваю... Смачиваю катод, который внутри вклеен простой водой. Вот там внутри катод. А это сверху он вот. Вот смотрите. Сразу заработал. Блокинг-генератор включился на режим рабочий. Вы видите красный светодиод. И чем дальше я втыкаю его, чем больше у меня, естественно, мощность. А чем... Вот смотрите, все работает. Все работает. Оп! И не работает. Вот так у меня он работал часов 15. Под нагрузкой. Под нагрузкой вот такого светодиода. Ну, он достаточно мощный. Все параметры, все лежит. Затем... Кончилось. Заменили. Вот смотрите. Только прикасаюсь. Только прикасаюсь. Даже вставлять могу. О! Вставил ярче. Теперь переключаю режимы. Это слабое освещение. Это этот фонарик. Это сильное освещение. Видите? Не вставляю до конца. Это о чем говорит? Что не надо эту большую площадь. Она очень горячая. Ну, вот холодная. Вставлю до конца. На воде не будет горячая. А на соли будет. Но это я вам на воде запустил, дорогие друзья. А если на соли запущу, большие токи пойдут. 5000 миллиампер. 5 ампер. Даже 8 у меня на соли дает. Ну, куда же это все? Ну, видите, все прекрасно работает. И будет работать, ну, 15 часов. А здесь чем хорошо? Вот часть это у меня... Часть, видите, она стала в налете. Темным. Вот. Как было в сон. А кончилось. Я раз его подальше засунул, к примеру. Но самое лучшее, это его почистить. Через 15 часов. И опять. И чистить так пока. Пока там не будет много ржавчины. А каменный. А потом взял его элементарно, поменял. И пошло, поехало. Вот. Это будет работать, но, друзья, очень долго. Очень долго. Теперь. Это что касается мощных источников. Это не прототип фонарика. Потому что моя задача была показать съемный катод. То есть батарейку вы выбросили. А с моего изделия достали, почистили, вставили и опять. Ну, например, где-то там рыбаки в туризме, военные где-то там в научениях. Но батарейки нет, а надо там по телефону позвонить. Зарядка смартфонов. По этому же типу можно сделать со съемными анодами. Это первый вариант. Второе. Буквально недавно. Вот из этих элементов, друзья, вот из таких. 2 на 2 сантиметра. Внутри 3. 3 ячейки 2 на 2 сантиметра. Я вам буду ближе показывать. А вы следите за руками, чтобы ловкости рухло. 3 элемента. Размером 2 на 2 сантиметра. Вот она в сборе. Если я сделаю одну ячейку, вот как здесь, понимаете, она одна. Она дает полтора вольта, а свет горит. Почему? Благодаря блокинг-генератору. Вот. А если 3 ячейки, то я наберу уже 5 вольт. Мне блокинг-генератор не нужен. Вот к этому изделию не надо блокинг-генератор. Проверяем, друзья мои. 2 сантиметра. На 2 сантиметра повторяем. Влага осталась салфетки. Конечно, жарит. Но вряд ли будет ток здесь. Вот, смотрите. Тока нет. Соляной раствор. Вода тоже активирует этот катод. Представляете, простая вода. Активация идет шикарная. И будет работать, но пока не надоест. Вот, смотрите. Ничего нет. Буквально промочилось. Ну, сколько? Секунд 10 прошло. Все работает. Отключаю. Мощность очень приличная, друзья мои. Вот, смотрите. У меня крокодильчиков не сделан. Вот, смотрите. 50 светодиодов. То же самое. Могу подключить все вместе и будет работать. Измеряю напряжение. 4,56 вольта. Ну, давайте покажу вам. Обычные крокодильчики делаю. А тут, понимаете, приходится изгаляться. Напряжение растет. 4,70. Товарищ стакан. Ну, короче говоря, все ярко светит. О, смотрите. Смотрите. Смотрите, засовываю еще ярче, потому что проще. Ток от площади берется, этого элемента. А главное, на воде не греется. На соли бы сейчас этот кипяток был. Я бы испортил. Теперь замеряем ток, друзья мои. Ток короткого замыкания. Это не показатель работы ячейки. Но общую картину он может дать. Так, я же не то взял. Вот. Вот, смотрите, друзья мои. 1 ампер на коротком замыкании. То есть, внутреннее сопротивление амперметра. Довольно-таки мощный источник. И работает очень долго. Его тоже можно сделать съемные катоды. По этому же типу. То есть, вам все понятно. Где-то, а, вот. Вам все понятно, вот с этой штукой. Смотрите. Тут у меня вставлен катод. Вот этот вот, сетка. И наклеена вот эта мембрана. А вот это вставляется в прорезь. Специально я сделал такую прорезь. А здесь, вот кнопочка переключает режим. Это все взято из фонариков. Вот это что? Я вам на 50 показывал. Я забыл вам сказать, что... Куда он делся-то? Вот. Вот. Там батареек нету, друзья мои. А источник очень мощный. Еще раз его вам запущу. От этой... От трех ячеек. Вот, пожалуйста. Ничего там нету. Никаких батареек. Вот это что касается будущих источников. На этом штуке. Повторяю. Одна пластинка. Размером 10 на 10 миллиметров. Здесь 5 на 10. Сейчас вам продемонстрирую. 10 на 10 миллиметров. Работает с блокинг-генератором. Это... Ощутите разницу. Потому что она дает 1,5 вольта. Алюминий дает меньше. Видите? Ну, все очень просто. Вот это я изделие высылаю своим новым друзьям. Конечно, вот там просушу. Вот этот вот почищу. Ну вот, все просто. Вот. И сейчас я активирую активирую при вас 2 на 2 сантиметра. Смотрите, что будет. Она дна. Она работает только с блоком-генератором. На выходе. Промеряем. Напряжение есть. Влага. Влага там есть. Опускаю в соляной раствор. Ну, я эксперименты проводил. Мембрану не поменял. Я вам вышлю, друзья, кто ждет от меня вот это. Который хочет выпускать. А все сделаю нулевое. И проверим ток короткого замыкания. Друзья, вот 1 ампер показала. И поскольку накоротко замыкаю я внутренним сопротивлением амперметра, естественно, плотность энергии там небольшая. Плотность энергии. Естественно, она выкачивается с коротким замыканием. Но если я вот замкну, там ни искры, ничего не будет. Могу держать сколько угодно. Разомкну, а энергия опять пойдет. И подключаю, друзья мои, блокинг-генератор. Вот смотрите. Такая шуковина. 50 рублей цена. Марку не знаю. Они везде. И сможете сами сделать. Подключил вход. Видите, контрольная лампочка загарит. Контролька работает. И выход. Друзья мои, давайте сделаем выход. Пока что вот такой. Красный плюс, это минус. Вот смотрите. Вполне реально. А сейчас сделаем мощный. На 50. 2 на 2 сантиметра. Друзья мои, представляете, в робототехнике, как это будет работать. Или в тех устройствах, которые надо сделать. вес граммы. Тоже нормально светит. Сколько светить будет? Ну, я на маленьких не проверял. Вот это где-то 15-18 часов работает. Потом почистить и опять будет работать. А на маленьких я не проверял, но тоже долго. Теперь последнее. Последнее. Это 2 на 2 сантиметра одна простилочка. Она состоит вот из такого катодика. Катодика, видите, на сеточке. И и затерялась. Но не суть важна. И вот такого анодика. Только этот анодик-то 1 на 1 сантиметр. А тут 2 на 2. Сейчас берем вот такой анодик катод и вот такой катод и вот такой анод. Это магний. Это вот сеточка и сажа с активированным углем. Второпластовый там еще суспензия, о которых я пока представления не имею. Вот она. Вставляю сюда вовнутрь и ставлю ткани у меня нет. Вискозная ткань вот так вот раз на половинку. Эту ставлю вискозную ткань в один слой. Сюда вставляю и изолента. Все. Вот 10 на 10 миллиметров. Проверяю. 0,42 вольта. Ну не показываю, поверите, что там ничего нет. Какая-то влага может с окружающей среды. Ладно, не буду вам поверить. Оп! Опускаю стаканчик соляным раствором при употреблении взбалтывать. Ну а садок-то. Все. Активировалось. Повторяю, что вот этот анодель маленький можно сделать съемным. Вытащили здесь вот контактик и поменяли новый. Проверяем. Ну, к сожалению, не все так получается, как хотелось бы. Ну, может запуститься. Так, плюс-плюсу. вот надо бы его посильнее сжать. Видите? Видите, я его не сжал. Сжимаешь, там идет ток. И подключаю вот, пожалуйста, светильничек, светиль. вполне прилично. Но надо сжимать. Вот, кстати, когда я на тренировке, у меня вот этот вот маленький-то, он работал намного лучше. 1,7 вольта он показывал. Ну, сейчас немножко поменьше. поэтому не совсем на маленьком получилось. Но 2 на 2, извините, 2 на 2 я уже показывал вам. Все работает прекрасно. И 1,1 работал. 1 и 1, 10. 1. Ну, повторяться не будем, я думаю, и так все понятно. Короче говоря, вот, сантиметр, 2 сантиметра веса практически никакого не имею. И анод я буду менять не на магний, а на другое. Что скажу, когда все проверю. Вот это вкратце, что я хотел вам сегодня сказать. Не забывайте еще про янистеры. Есть маленькие анистеры таблеточкой. Там на 1 фарад, на 2, на 3, на 5 даже фарада. Если мы поставим его сюда, в эту штуковину, то здесь это вообще будет прекрасно. Смотрите, чтобы вы не думали, что он работает. О, чем дальше всаживаю, тем ярче работает. Поэтому очень и очень шикарно. вот смотрите, это работает. И сейчас я еще подключу вот это. Вот у меня сзади два контакта с блоком генератора. Сейчас я вам подключу еще. Вот, смотрите, еще этот на 60. То светит ярко. Все как на весу. Вот смотрите, и этот светит ярко, и еще 50 светит. Это на простой воде. Друзья, если я сейчас залью соленую воду, давайте рискнем. о, не то вылил. С двух сторон смочил анод. Вот смотрите, что творится. Вообще светодиодов не стало видно. Вытаскиваю его. Видите? Слабее, слабее. Уже видно светодиодики. Оп, и пропало. Смотрите, понаблюдайте. Только прикасаюсь к аноду через мембрану. Видели? Уже идет контакт. Только стоит ставить, пошло на полную мощность. А если сейчас подключу вот эти 50, будет тоже очень ярко. На соли, друзья мои. Да, прекрасный свитер. вот вкратце я это все отправляю моим друзьям новым. Хотелось сделать еще круглый фонарик. Вот проводочек достал, трубку достал, вот ремен даже достал. Но это головная боль. там что обклеивается внутри трубки сеткой катодной с катодом. А внутрь вставляется не плоская пластинка, а цилиндр из анода. Вот это магния. Цилиндр. Также съемный и также с этим контактом. вставил этот цилиндр. У вас работает. Вытащил. Почистил. Опять вставил или поменял. Копейки. Вот вроде все сказал. Теперь что я еще заметил? Что я еще заметил? Ячейка она как бы заживет своей жизнью. Вот я 5 на 5 сантиметров сделал ячейку и вот эту большую даже делал. И что я заметил? Ток с 50 миллиампер падает до 4 миллиампер и светодиод работает. При 4 миллиампер ток потребления вот это работает светодиод. И я заметил это продолжается 12-15 часов пока с 50 упадет до 4. А после 4 я уже даже включая хотя ночью этот нормально светит. И я что заметил? За 8 часов у меня упало где-то до 40 до 30 миллиампер. И потом в один момент у меня поднялось до 70 миллиампер больше чем было начало. Что такое? Я не могу понять. Я уже спать надо было ночь, а у меня все ярко засветилось. Потом начало падать. И вот так пульсирует. Пульсирует и пульсирует. Я думаю, что она задышала? Мне даже стало как-то не по себе, что я создал какой-то биологический объект, может быть. Потом с нее потекла жидкость, соляной раствор. Взял в руки она кипяток. Какая-то трансмутация там произошла, какого-то вещества, которое дало вот этот всплеск энергии. Потом она начала вот так вот дышать. Комментируйте, напишите, что это могло быть. Очень хороший комментатор и грамотный человек Юрий Махно. Я жду его обоснования этого процесса. Почему вдруг она стала дышать? Вверх-вниз, вверх-вниз, а потом брыг нагрелась и ушла к минусу. Вот это мне непонятно. И работало 8 часов, снизилось, как положено, окисление происходит от этого активного элемента магния. И вдруг рывок в 2 раза больше, чем я начал это все проверять. Но, друзья, прекрасно, это еще до конца не вставлено. Давайте вставлю до конца. О, так, не греется. Нет, а не греется, потому что мы холодные. Это воду залили в начале, а потом уже соль. А если сразу соль, но тут все потухнет, сгорит. Особенно блокинг-генератор. А и даже блокинг-генератор в первую очередь сгорит. Он стал греться. То есть, это опытный образец. Понять, как это все ходит и какие перспективы этих изделий. Давайте, чтобы не слепить, я вас немножко отодвину, вот так вот. Мне охота показать, что это будет долго, но я 12 часов вам не буду это показывать. Оно не будет сбавляться. Затем, что еще хотелось бы? мини, вот эти источники, вот эти источники мини, это огромная, огромная пласт применения. Огромный пласт применения. Вот сейчас я включу, тоже все будет работать, а потом катодик можете и выбросить. Это будет стоить, я вам скажу. если я магний заменю на новый материал, а катод хотя бы выйдем на рубль сантиметр, ну может, а может 50 копеек. Вот считайте, 50 копеек, вот эта штука, но вы аккумуляторы батарейку наверное за 50 копеек не купите. Единственное преимущество, плотность энергии у батареек и аккумуляторов конечно выше, но я не всесильный, у них миллионы бюджет, у этих фирм, которые все это делают, мини-источники, а я сами знаю, кто по сравнению с ним, у меня бюджета нет, дай бог добрые люди помогают, вот, что еще хотел вам сказать, то есть в робототехнике, я считаю, что есть в этом перспектива, доступна, дешево, доступна и востребована, не прогадайте, друзья мои, если мы будем с вами вместе, вот работает, работает, видите, что-то я пообетил, вижу, мигает, а потом может так долбануть, что тут все замкнет, скачок энергии, ну, понимаете, все это нет, не греется, ну, может, контактика где-то нет, мигает, но уж извините, все это на соплях, главное, сантиметр на сантиметр все работает, через блокинг генератор, и светится 50 вот этих вот светодиодов. Мои ближайшие планы, я поеду в Москву, меня пригласили участвовать в одном проекте, в каком пока рано говорить, но такого изобретения в мире нет, разработка одних ученых, моему товарищу они все передали, и он просит меня помочь ему эту тему проверить в лабораторных условиях, взять на анализы все, и там вообще, ну, не буду пока говорить, связанно с энергетикой. И второе, меня пригласил в конце июня Плыкин, академик Сижевска, Виктор Дмитриевич, по двум направлениям, гармонизатор пространства на 20 метров улучшает атмосферу вокруг человека, и нету электромагнитных излучений, и вода активируется, как вокруг влага, так и в организме человека. Прибор уже не выпускают, пока дороговато, размер у него 10 сантиметров в диаметре, длина 30 сантиметров. И второе направление Виктора Дмитриевича, они разработали со своими там студентами, где он преподаватель, турбину, водяную, водную, гидротурбину по методу Виктора Шоу-Бергера, с КПД там, ну, будь здоров. Я боюсь говорить, потому что ну что, я ее не видел. Она пока в чертежах, но все уже продумано, в картоне, все уже работает, сделали, надо в металле какие-то деньги. Если мы такие турбины осилим, по методу Виктора Шоу-Бергера, вихревая энергетика, она засасывает внешнюю энергию, атмосферы внутрь, вихри этого, водяного, то мы обеспечим всех электроэнергией, кто вблизи рек находится, с небольшим течением. Вот такие платы. Поэтому, поэтому, друзья мои, помогайте моему каналу, кто может, пока я нуждаюсь в вашей помощи и поддержке. Может наступит момент, что я наоборот вам буду помогать, какие-то изделия будем продавать, какие-то скидки вам давать будут, кому-то я бесплатно что-то отдал. И такие варианты возможны, что я выйду с этого финансового тупика, друзья, предзнаменование свет погас. Это о чем-то говорит. Вот я нахожусь здесь уже пять суток, свет ни разу не гас. И как только попросила вас помощи, поддержки своему каналу, у меня выключился свет. Почему? Создатель говорит, верной дорогой идешь ты, Михаил, проси помощи у людей. да не скутеет, рука дающего. Хоп, и свет погас. Я ничего не делал. Вот холодильник отключился, слышу по звуку. Ну, это какое-то признаменование. Друзья, помогайте, пожалуйста, пока нуждаюсь. Вот, надеюсь на этих моих друзей новых. Мы с ними будем работать. Может, они помогут моему каналу как-то. я гарантирую,